Ола, амигос, на связи Матвей. Сегодня у меня для вас очень хорошие новости, ведь наши ребята нашли новый способ по установке 60 кадров в секунду в Fortnite Mobile на Android. Причём всё это без рудправ и прочей фигни. Установка занимает всего лишь несколько минут, и по итогу у вас стабильный высокий FPS, который практически никогда не проседает. Ха-ха, было бы так всё классно, но, к сожалению, этот способ актуален только для смартфонов производством Samsung. И выдаёт он максимум не 60 FPS, а 45. Решил сказать вам это в самом начале ролика, чтобы вы потом не писали, что видео кликбейт и тому подобное. Но всё же, ребят, прошу вас не расстраиваться, ведь у меня есть парочку идей по поводу того, как данный способ можно реализовать на других Android-устройствах. В общем, обо всём по порядку я вам сегодня расскажу, ну а перед тем, как мы перейдём к сегодняшней теме, если вы впервые на моём канале, если вы так же, как и я, играете в Fortnite на мобильном устройстве, то обязательно оформите подписку. Тут вы сможете найти единственный и самый лучший контент по Fortnite Mobile во всём СНГ. Ну а если вы уже подписались, то не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня, это именно мой тег авторомотивкар в вашем жде в магазине Fortnite. Смело водите и покупайте исключительно с ним. 16 марта как раз-таки выходит новый 16 сезон Fortnite, и я уверен, вы 100% будете покупать боевой пропуск нового сезона, так что обязательно приобретайте именно с моим тегом мотивкар. Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВКонтакте, ну или в специальный канал в нашем Дискорд сервере, на всю ссылку вы найдёте в описании, потому что таким образом вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята в конце видео. Ну а также теперь не стоит забывать, что я читаю именно трёх пользователей, которые первые оставили комментарии под последним видео. На этот раз огромное спасибо Рузере, Хасбину и Дуэлу, очень рад, что смотрите мои видео первыми. Ну а теперь я предлагаю наконец-таки приступить к сегодняшней теме, а точнее, как можно повысить свой FPS Fortnite на Android в 2021 году. Ну во-первых, с самого начала хочу вам всё разъяснить, чтобы вы понимали, что к чему. Данный способ, про который я расскажу в этом видео, будет доступен только для активации на устройствах от Samsung, и максимум вы сможете установить себе 45 FPS в игре. Но расстраиваться не стоит, потому что, во-первых, эти 45 FPS будут практически идеально стабильными. Во-вторых, после того, как я оглашу сам способ, я вам дам несколько других теоретических вариантов, как по этому же способу вы сможете повысить FPS в Fortnite Mobile на другом своём Android устройстве, не только на Samsung. Надежда есть, так что никуда не разбегаемся. В общем, сам способ установки, как я прежде говорил, достаточно простой. Для начала, вам надо скачать специальное приложение на ваш телефон для буста FPS в мобильных играх. Называется оно GameTuner и имеет вот такую вот иконку. Но сразу хочу подметить, что данное приложение вы должны качать не из PlayMarket и не из Galaxy Store, а должны скачать его с вашего браузера. После того, как вы его скачаете, вам предложат разрешить некоторые функции телефона для этого приложения, естественно, вы соглашаетесь на всё. Ну и далее, в настройках Fortnite в приложении GameTuner просто устанавливаете себе 40 FPS. Это будет являться максимальным значением, так что беспокоиться не стоит. Ну и потом, всего-навсего, через это же приложение запускаете Fortnite. И по итогу у вас будут стабильные 40 FPS, и чаще всего это значение переходит в 45 FPS. С одной стороны, кажется, что здесь всего лишь плюс 15 FPS, и в игре особо ничего не меняется. Но поверьте, ребята, это далеко не так, учитывая, что эти 45 FPS стабильны, в отличие от предыдущих 60. Вам не придётся часто терпеть большие перепады от высокого FPS к низкому и наоборот. Так что в какой-то степени можно даже считать, что этот способ лучше всех предыдущих. Ну а теперь предлагаю перейти к теме, как по такому же способу можно повысить FPS Fortnite на других Android-устройствах, помимо Samsung. Главная проблема заключается в том, что приложение GameTuner, через которое мы как раз-таки повышаем FPS в Fortnite, существует только на версии Android, предназначенной только для Samsung. Не помню, как точно называется оболочка Android, которая используется на телефонах от Samsung. Ну, в общем, чтобы вы понимали, версии Android на телефонах от Samsung, на Honor, на Xiaomi отличаются между собой. И первый вариант, как можно по такому же способу повысить FPS Fortnite на Android у себя на телефоне, заключается в том, чтобы вы просто установили себе на телефон версию Android, которая используется на Samsung. Да, понимаю, что это достаточно сложно, но, во-первых, это реально, во-вторых, способ реально рабочий. Второй вариант не так однозначен, но всё же не зачитать я его в этом видео не мог. Суть его заключается в том, чтобы найти похожее приложение для буста FPS в мобильных играх, но только специально для вашего Android-устройства. Типа GameTuner, но только специально для Xiaomi или для Huawei. Не могу вам уверенно это заявлять, потому что не искал и сам не знаю, есть ли хорошие альтернативы GameTuner на другие Android-устройства. Но всё же, если вы полны энтузиазмом в этом деле, то, ребят, можете смело поискать, и если вы всё-таки найдёте, то вы будете спасителем сообщества Fortnite Mobile. Да уж, как видите, чтобы получить хороший FPS в Fortnite Mobile на Android, надо очень сильно постараться. Кстати, хочу напомнить, если у вас возникли какие-то вопросы по поводу этого способа, ну или вообще любые вопросы по поводу мобильного Fortnite, то можете их смело задавать в личные сообщения нашей официальной группы канала ВКонтакте, ссылку вы найдёте в описании. Поможем повысить FPS в Fortnite на вашем Android-устройстве, ну или ответим на любые вопросы, связанные с игрой и не только. Также хочу добавить к этому видео ещё другой мой старый ролик, который я давно выпускал, в котором я рассказывал про все способы оптимизации Fortnite на вашем Android-устройстве. Способы из того видео всё ещё актуальны и реально помогают избавиться от лагов в нашей игре. Ссылку на ролик вы сейчас найдёте у себя в правом верхнем углу экрана, так что, ребят, кто его ещё не видел, обязательно посмотрите. Ну а пока что у меня для вас это всё, огромное спасибо вам за просмотр и обязательно поставьте лайк на это видео, если вы это почему-то до сих пор не сделали. Пишите в комментариях, что именно вы думаете по поводу этого способа, годный или нет. Ну и отправляйте также это видео своему другу, который тоже хочет поднять FPS в Fortnite на своём Android-устройстве. По традиции, с вами как всегда был Матвей, аста луэго. Субтитры сделал DimaTorzok